Громкий скандал вокруг очередного долгостроя разгорелся в Актюбе. С просьбой о помощи на этот раз выступили свыше 100 дольщиков, вложивших деньги в покупку элитных апартаментов. По их словам, жилой комплекс обещали сдать еще два года назад. Почему застройщик, которому покупатели успели перевести почти полтора миллиарда тенге, не торопится выполнять свои обязательства, выясняла Лейла Уесова. Комфорт им только снится. Вместо новоселья актюбинские дольщики скитаются по чужим углам и просят помощи. В элитные апартаменты они должны были заселиться еще в 2022-м. Но жилой комплекс, который изначально позиционировался как жилье премиум-класса, оказался проблемным долгостроем. Ничего не происходит, никакого движения нет. В прошлом году 4 человека ходил и ходил, но все лето ходило, толку никакого не произошло вообще. На наши конкретные вопросы, когда будет закончен, они сейчас отвечают. В прошлом году взяли разрешение ГАСК до 2024 года, в декабре мы построим. Как видите, сегодня уже май, никаких работ не производится. Говорят, что нет денег, чтобы закончить строительство. Но и мы в трудной ситуации. Жена беременная, скоро родит. А идти больше некуда. Свою квартиру продали, все деньги вложили в новостройку. Хотели жить с комфортом. Уже ровно год прошел, как стройка остановилась. Они даже с рабочими не рассчитались, которые здесь работали. У них есть другой бизнес. Рестораны и мебельные магазины, земельные участки. Пусть все продадут и достроят нам дом. Сейчас объект заброшен. В подвалах вода стоит сырость кругом. В строительство элитного комплекса в общей сложности дольщики вложили полтора миллиарда. Первый корпус все же достроили. И часть жильцов в него даже заехала. Но никаких документов с тех пор они так и не получили. В этом доме за моей спиной люди уже живут, потому что оказались в безвыходном положении. Им просто некуда идти. Хотя дом официально еще не сдали в эксплуатацию. У жильцов нет на руках ни техпаспорта, ни других документов. Как сообщили представители стройкомпании, акт ввода не зарегистрирован в уполномоченном органе. Процесс затянулся в связи с судебными тяжбами между застройщиком и подрядчиками. При этом сроки сдачи второго корпуса переносили трижды. Оказывается, по закону компания имеет на это право. В части того, что сейчас идет какое-то нецелевое использование денежных средств дольщиков, речи быть не может. Потому что предоставлены все смертная документация по приходу, расходу денежных средств по строительству жилого комплекса, казна, премиум. На сегодняшний день срок окончания строительства, согласно уведомлению полномоченного органа, у нас декабрь 2024 года. Но нужно учитывать, есть такое понятие, как форс-мажорные обстоятельства, подорожали строительные материалы и так далее. Между тем, 15 дольщиков уже написали заявление в полицию. Если там найдут доводы для возбуждения уголовного дела, то компания будет вынуждена опять приостановить работы. К слову, в Актубе насчитывается 11 проблемных долгостроев и по многим ЖК идут судебные разбирательства.